Да, приветствую, дорогая церковь. Сегодня, конечно, проповедь у нас начнется. Дело в том, что, я думаю, славление дает свой эффект, когда открываются сердца. И даже когда говорят, что в мире сегодня все плохо. Да, меня тут даже вот книжка почему-то про коронавирус, но я не про него говорю. Но всегда есть луч света, который дает надежду, веру и чтобы двигаться вперед. Я всегда люблю говорить о позитиве. И очень часто мы слышим, мы слышим проповеди, когда очень часто говорят, это нельзя делать, это тоже нельзя, это нельзя делать. Но я понимаю, как родители, если говорить все время нельзя, то что тогда можно? Что мы можем делать с Иисусом Христом тогда? Когда говорят, что все плохо и ничего нельзя, то есть одно только решение. Тогда только надо в траурный магазин бежать. Ну, так мне говорил иногда отец. В любой ситуации есть выход. И поэтому, если говорить, что это можно, я говорю, к примеру, о Новом Завете, когда в Новом Завете лишь одно говорится. Например, говоря за Новый Завет, там се казва само одно нечто. Да возлюбишь Бога. И да возлюбишь ближнего. И тогда мы понимаем, что все остальное, все законы, которые говорили в Старом Завете, они просто растворяются. Те просто се растворят. И есть такая очень хорошая фраза, о которой когда-то, где-то я услышал. И има една много хубава фраза, която някога, някъде съм чул. По-моему, даже на разборе слова. Может быть даже на Собиране за Слово Божие. Закон создан для того, кто нарушает. Че законът е создан за онзи, който го нарушава. И ведь действительно в мире это так. И наистина в света е така. И сегодня поговорим на тему, и днешне говорим по темата, кто я сегодня, кто я в Иисусе Христе, и кто я с Богом. И кто я с Богом. Вы знаете, сегодня даже супруга мне с утра напомнила, и знаете ли, супругата ми днес ми напомни сутринта, что даже в Америке, и вот даже Геннадий говорил, люди сегодня в страхе. И даже Геннадий днес е казал, че там хората са в страх. И там есть такая большая индустрия, которая производит антидепрессанты. И там има една много голяма индустрия, която произвежда антидепрессанти. Легче людей отрубить, чем дать им выход. И полезно да отрежем хората, отколкото да им дадем изход. И очень часто бывает, что в гонки сегодняшнего мира, и много често се случва, когато гоним днешния свят в безысходности. В безысходицата. Человек забывает, для чего он создан. Человекът забравя, за какво е създаден. Очень часто люди попадают в серость. И много често хората попадат в една си вина. Они текут по течение. Те текат по течението. И на ответ, что я могу сделать? И на отговора, какво да направят? И говорят, ничего. Те казват, ами нищо. Когда мы были детьми, мы все мечтали. Все мечтали? Всички листы мечтали. А что потом произошло? Выросли все? А у тебя есть мечты? Да. Значит, еще не выросла. Что имашь мечты, значит, не си пороснул. Но все мы дети у Бога. Да. Когда мы вырастаем, к сожалению, часть людей просто теряют свои мечты. И когато порасвам, и за сожалению, голяма част от хората просто загубват мечтите си. И я даже вспоминаю себя лет в 16. И даже когато се вспомням, когато бях 16 годишен. И когда моя супруга общается с моими друзьями, пересекается. И когато супругата ми си общува с някакви моих приятели, с които се среща. И она задает вопрос, а вы помните Александра? И тя задава вопрос, вспомните ли си за Александра? И говорит, да, помню, в желто-черном плаще ходил. И те казват, да, вспомним си го, беше с един желто-черен, черно полто. Очень интересна ситуация была тогда, что в определенный момент времени, тогава имаше много интересна ситуация, че в определено время я очень полюбил желтый цвет. Аз много заубичах желтия цвет. Я и сегодня его люблю. И днес го обичам. И решил на заказ попросить сделать черный плащ с кожей, с желтой подкладкой. И аз реших по поручка да си направя едно дълго полто с отвътребяши желто, отвън черно. И когда мне спрашивали, почему? И когато ме питаха, за что? Я говорю, в мире и так много серости. Аз им казвах, еми и в света, и без това има доста сивота. И вы знаете, что человек без мечты он не может жить. И знаете ли, че человек без мечты той не может да живее? Это то же самое, как жить без Бога. Това е същото все едно да живеем без Бог. Когда он не имеет мечты, когато човек няма мечта, когда он не имеет цели, когато няма цели, он просто сохнет на глазах. Той просто изсыхва на учители. И я это видел на практике. Я сам го виждал на практике. Когда работал на заводе. Когда работах в заводе. У нас был первый список вредностей, и люди могли по истечению работы на 10 лет уйти раньше на пенсию. Хората на нашу работу можеха 10 години по рано да излязат в пенсию. За счет вредных условий. Поради причина на вредни условия. И самое плачевное, что когда люди уходили на пенсию, что когда люди уходили на пенсию, у них нет постоянного движения, вот надо идти на работу, к примеру. У них нету цели двигаться вперед. Няма цели да се движат напред. Проходит один год-два. И минава една година-две. И этого человека нет. И този човек го няма повече. Это очень плачевная ситуация. И това е много тужна ситуация. Но знаете, что самое интересное? Кое е най-интересното? Для меня это было большой загадкой. За мен това беше голям вопрос. Да, я не понимал, когда работал, почему так происходит. И вот по этой причине я хочу и поговорить. Вообще, кто знает, кем нас создал Бог? Мы можем сказать, что он создал нас по подобию. Мы можем докажем, чей создал нас по своему подобию. И поэтому не будем долго ходить. Мы откроем первую главу бытия. Из этого направо, что творим быль вот так книга бытия. С 26 по 28 стих. От 2 из 6 по 2 из 8 стих. Первая глава. Оксана, можно слово? И там написано, и сказал Бог, Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину. Сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте. Над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всей землей, и над всякими животными, присмыкающимися по земле. Получается, да, как я говорил, Бог создал нас по своему подобию. Как ты и сказал, Бог не создал по своему подобию. Но для чего? За что? И в 28 стихе мы видим, во-первых, Он сказал, чтобы мы владычествовали. И владычествовали над тем, что создал Бог, над всеми творениями. Да обладаем, он так и создал Бог, над всеми творениями. То есть Бог дал нам власть, чтобы мы обладали на земле. Но вопрос для чего? Неужели Богу вот так надо разделить власть? Мы можем подумать, что неужели Бог посадил человека в золотую клетку? И можем да си помислим, нема, Бог е сложил человека в една золотна клетка. Вроде бы все создано и творить ничего не нужно. Уж всичко е создадено и нищо повече не можем да творим. Ведь когда мы разбираем Слово, мы видим, что Бог действительно уникально создал все. И иногда думаешь, что человек мешает этому миру. И понякога си мислим, че человек пречен на този свят. Но в первую очередь, мы не в золотой клетке. А Бог создал нас, чтобы мы были помощниками для Него. Чтобы мы уже с первых шагов в свои жизни начинали думать и творить. Да можем от первых шагов и си стъпки още да започваме да мислим и да творим. Окей. И что же мы будем творить? Обаче какво ще творим? Или вытворять? Или какво ще из ненадами Бог? Да. Лучше творить. По-добрее да творим. Потому что Бог творил. За что-то Бог и творил. Так вот, сразу после создания человека И веднага, след создаванието на человека Бог дал нам творческое задание. Первому человеку вернее. Бог дал одно творческое задание. То есть на первое человек. Кто помнит какое задание? Кое се спомня, какво беше задание это? Назвать животных? Бытие 2 глава 19-20. Битее 2 глава 19-20 стих. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. То есть человеку он позволил, не позволил, не позволил, доверил, назвать всех животных. То есть на човека ему беше доверено да даде имена на всички животных. У него не было справочника. Той не имал никакого книга, от которой туда можешь да погледни. Да, никаких у него, нигде ничего не было написано. Ничто не было исписано. То есть человек должен быть применить свое мышление. Посмотреть на животного. Как оно выглядит, какие способности оно имеет. Подумать творчески. И назвать всех Божьих созданий своими именами. Ну, и вот можем ли мы уже сомневаться после даже этого? Дал Бог нам власть или нет? Вначале, конечно, будет слово. Потом мы на более интересную тему еще поговорим. И вот в Псалтире, в восьмой главе, с первого по девятнадцатый стих, очень много интересного говорится о том, что нам нужно делать. И кто мы в глазах Бога? Начальнику хора на гевском орудии Псалом Давида. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то, что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын Человеческий, что Ты посещаешь его, немного Ты умолил его перед ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все, приходящее морскими стезлями, Господи Боже наш, как величественное имя Твое по всей земле. Самое интересное, что мы знаем, кто такие ангелы, да? И мы знаем, что ангелы это слуги Бога, они имеют определенную власть, они имеют определенную силу, и это большое оружие в руках Бога. И здесь написано, что немного Бог умолил нас перед ангелами, то есть мы имеем такую же власть, как и у ангелов. Конечно, мы не летаем, но по факту Бог нам дал большую власть. И он сказал, что положил под ноги наши все, что он сотворил. И знаете, когда в сегодняшнем мире говорят, что вы тут котиков обижаете, или там собачек, мы смотрели видео интересное, и не глядахме интересное видео, когда они говорят хората, что ты увидел одно кучинце или котинце. и животных превозносит выше людей. Это большое заблуждение. Вчера мы смотрели видео про одну страну, познавательное, где говорилось по поводу домашних животных, что одну особь в доме нельзя содержать. Если у вас собачка, то нужно две, иначе вы ущемляете их интересы. Ако имате кучинце, трябва да вземете две, иначе вы бы не уважаете их. Но согласно Слову Божьего, такого перекоса не должно быть. Това не требует, и исходя из этих слов, мы понимаем, что каждый из нас является доверенным лицом Бога. Кто такое доверенное лицо? Вот тот, кто имел здесь, ну, хоть раз занимался бизнесом, и у кого есть бухгалтер, тот, естественно, делал доверенность, что бухгалтер имеет право вести от своего лица вести деятельность фирмы. Вот так и с Богом. Бог нас создал, Он дал нам свое начало, и Он доверил свои дела. И каждый, кто принимает Иисуса Христа в свое сердце, тот, можно сказать, что имеет печать Бога, но можно и сказать, что Он имеет в сердце доверенность от Бога. Он имеет определенное поручение. И в Новом Завете мы часто видим поручение Иисуса Христа. И в Новом Завете мы много честно видим поручение на Иисус Христос. Оно, естественно, идите и научите. Разбирается, то это да вървите и да учите. Но это не единственное, что Бог сказал. Бачи, это не единственное, что не сказал Бог. Знаете, если бы все христиане мира разбирали и смотрели на Бога со всех сторон сразу, то все были бы в единстве. И не было бы религиозных войн. Потому что каждый бы понимал, что да, Бог строгий, да, Бог любящий, да, Бог творец, и так далее, и так далее, и так далее. И следующее слово в Евангелии от Иоанна, 15 глава, с 12 по 17 стих. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положил душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Это слово интересно тем, что здесь говорится о том, чтобы мы приносили плоды. то есть у нас есть поручение Бога, то есть мы имаме заповед от Бога, и есть определенное, то, что мы должны творить, как я говорю, есть притча о талантах, и имя притча за таланты, да, что их нужно приумножать. И это тоже поручение, Боже. Бог создал нас всех индивидуальными, он вложил свои таланты, и вложил в нас свои таланты. И нам нужно их развивать с Богом. Когда мы достигаем там высот, не нужно кричать, что это я такой молодец. А это действительно нужно отдать славу тому, кто вложил эти таланты. И в этом слове также есть понятие, когда Иисус называет нас друзьями. Вот почему я в начале этого слова сказал, что о том, что если бы все динаминации говорили о Боге в одном русле, со всех сторон, то не было бы разногласия. Я знаю, что в некоторых динаминациях говорится, что мы Божьи рабы. Они по факту принимают, что да, я Божьи раб. Но они не смотрят на длбоко. Они приходят к тому, что нужно страдать. Нужно как-то выживать в этом мире. Нести грусть. Но разве Бог это Бог грусти? Так вот, кто такой вообще раб? И являемся ли мы друг другу вот рабами, да, если мы здесь находимся все с вами? Я когда размышлял по поводу рабов, и когда мы смотрим много исторических фильмов, мы видим, что рабы это очень ограниченные люди. Которых продают, которые не имеют права, и единственное, что их объединяет, это то, что они переносят все сложности и тяжести, только стиснув зубы. У них нет выбора. А кто такие друзья? Кои соприятели? Вот вспомните самых первых друзей из садика, из школы, я не знаю. Что вы делали с друзьями? Очень часто друзья, они мечтают. Помню, был такой русский фильм, там был Тимур и его друзья, его команда, и еще один фильм Денискины рассказы. Когда они собирались с друзьями, это приходила радость. Это были мечты, вдохновения, куда-то движения. Те имах вдохновение, имаше някакое движение. Так вот, что объединяет друзей? Что у них основное, это вот интересы и мечты. Так вот, как нам быть верующими с Иисусом Христом в данном положении? Мы видим, что Бог создал нас по подобию Своему. Он вклад в наше сердце величие по Своему образу, да, то есть, как Он выглядит, так мы выглядим. Мало того, что Иисус говорил, что я делаю, то и вы будете делать. И чудеса будут. И чудеса, что случат. Помимо этого, Бог назвал нас друзьями. И освен това, Бог не нарича приятели. Он вложил мечты, чтобы мы творили. Той не дал мечты, за да можем да творим. И Он нам дал власть, чтобы мы достигали и прославляли этим Бога. за да можем да достигаме тези неща и да прославим Бога. Иногда очень интересно почитать истории успешных людей. И понякога е много интересно да прочитаем истории на успешных хора. Посмотреть их путь. Да погледнем техния путь. Их ошибки. Техните грешки. Посмотреть их выводы жизни. Да видим техните изводи от живота. И не совершать их ошибки. И да не извършваме тези грешки. И вот хочу проанализировать одну историю. Искам да анализирам една история на една суперзвезда, можно так сказать. Человек, который сегодня верующий. Человек, который днес верующий человек. И мало того, он в детстве рос в верующей семье. Но потом что-то пошло не так. Это о Сильвестре Сталлоне. Он сам говорил в интервью для многих журналов. И он открыто об этом говорит что он рос в христианской семье. Что его учили вере. И он говорит, что я старался верить насколько мог. Пока однажды не встретился с суровым миром. Докато видныш несрещнах суровия свят. То есть, когда он вышел в жизнь, он понял, что жизнь она не такая простая, как кажется. Той разбрал, что животът не е толкова лесен, как он может быть, многие видели его речи с фильма. Может быть, некоторые от вас сте виждали неговите разговоры в различные фильмы, где он встречается с одним парнем, и говорит, что жизнь не такая простая. И если расслабится, она перевернется на лопатки и мало не покажется. И естественно, в своей жизни он толкнулся с многими изкушениями и ошибками. И на самом деле сделал ряд плохих выборов. Как вы знаете, сегодня он говорит открыто о своей позиции, что он христианин. Хотя в Голливуде не любят такое. И так может делать человеку, который имеет действительно сердце Бога. Его жизнь уже, я скажу, с начала рождения рождение не задалась на самом деле. Вот у него есть такой суровый вид определенный на одну часть лица. Так получилось, когда он рождался. Акушерка случайно задела нерв. Да, то есть он был перерезан. То есть то есть был отрязан. И это вызвало паралич некоторых конечностей. И това предизвикало паралич на някои от крайниците му. И поэтому его вот такая изюминка дикий взгляд суровый. И за това интересно в него е, че има този малко див поглед. Это затем стал его узнаваемой чертой в фильмах. И след това той бил разпознат и также у него есть к примеру это последствия его невнятная слегка речи. Но как я говорил да его с детства учили христианство как могли. Но так получилось что когда ему было 10 лет его родители развелись. Это привело возможно к его успеваемости плохой в школе и това довело до него лош успех в училище. А в 24 года его просто выселили из дома. В кармане буквально было там от 100 до 200 долара. Ему приходилось ночевать на автовокзале. Ему се налагало да спи на автогар и естественно нужно было за что-то жить. Сегодня мы знаем что он звезда успешный. Но тогда у него был выбор невелик. И на самом деле ему даже пришлось сняться в порнофильме. он это не особо хорошем варианте вспоминает, но говорит. Говорит у меня был выбор либо идти сниматься, либо грабить людей. есть он решил сделать лучше, хуже себе немного, чем людям. И вы знаете что естественно его ключевой фильм это был Рокки. Про боксера. Так получилось что он увидел один бой с Мухаммедом. И это какое-то желание внутри его произвело. В итоге он закрылся в комнате. закрасил окна черной краской и начал писать сценарий. Либо все, либо ничего. А также один из фактов, что у него была такая плачевная ситуация, что он заложил своего лучшего друга, свою собаку. Чтобы хоть как-то сводить с конца с концами. конечно сценарий фильма был написан. Он начал обращаться к людям, которые могли снимать, к режиссерам. Некоторые отзывали, что да, классный сценарий. но есть единственное но. Сильвестр Салоне сказал, я буду главным героем. И вот это но как раз было у продюсеров. Нам все нравится, но главным героем ты не будешь. всичко не нравится, ты не не му главный герой. На самом деле они ему готовы были предложить уже сумму и там череда была торгов. И те са были готовы даже да ему предложат някаква голяма сумма, имало и търг. и эта сумма дошла до 350 тысяч долларов. Но он стоял на своем. Либо я главный герой, либо как он говорил своей супруге, я закупаю свой сценарий на дворе дома и пусть гусеница будет главным героем. Но я не уверен так ли он говорил, но вот в некоторое описание я увидел эту фразу. Но в итоге естественно согласились на то, чтобы он был главным героем. Но опять же не все так сладко. Вот казалось бы Сильвестра салона тут из нищеты мог получить 350 тысяч долларов. И можно в принципе было продать сценарий, но ничего страшного. Но в итоге когда согласились, они сказали мы тебе заплатим 20-30 тысяч долларов. И они думали, что этот фильм будет провальный. и ты только получишь 10% от релиза. И естественно уже режиссеры думали, что это провальная работа. и на самом деле даже бюджет урезали во много раз. И даже са сократили бюджет интересно, что не не ожидан этот фильм стал культовым. Потому что действительно в сути этого фильма большая идея была заложена. И самое интересное, что казалось бы, вот парень из нищеты резко стал звездой. И то же самое в сегодняшнем мире, когда приходят богатства, может быть потом проблемы. Вроде бы от маленькой проблемы нищеты можно еще обрести больше гораздо проблем. У Сильвестра Сталона получилось так, что известность принесла ему очень много новых искушений. Как он сам сказал, внезапно ты получил ключи от царства сказок. И пришло много искушений. я начал верить в свою славу. И он это признает, что именно в тот момент он сбился со своего пути еще раз. признает, что точно в момент он излял свое под очевидность. И по его словам его жизнь шла вниз по наклонной 12 лет. И според него ведь живот мой трыгнул надолу, пока у него не произошло прозрение. 12 лет надолу, до него появилась одна мисъл. Он это называет возвращением блудного сына. И он вернулся к вере своего детства. Сегодня мы можем думать, что наши дети вырастают, они непослушны, не слушают. Они могут не слушать слово. они могут не слушать родителей. Но если с самого детства мы живем по принципам Бога, то это даст свой плод. Потому что да, для кого-то нужно сравнить жизнь. Какая она с Богом. и какая она без Бога. И когда человек проходит это сравнение, он с еще большим огнем держится за Богом. И Сталона говорил, что я понял наконец, нужно остановиться, нужно вернуться к главным вещам. тряб какие главные вещи? Перестать самому контролировать свою жизнь и позволить Богу делать это. То есть по факту нам нужно свои сердца отдать Богу. это не значит, что искушения этого мира пропадут. Но просто Бог нам всегда даст мудрость, чтобы пройти эти искушения. И когда, к примеру, Бог предлагает даже богатство, чтобы это не испортило наши сердца и наши жизни. Он даст мудрость, как направить этим. Как этим распорядиться. Помните, я говорил о рабах и друзьях. что Иисус назвал нас друзьями. Но он говорил, что раб не знает дел своего владельца. Но так получается, когда Бог нам доверяет и когда мы вникаем в его дела. мы начинаем делать то, что делает Бог. Мы начинаем управлять своей жизнью, как управляет Бог. Потому что мы ему просто доверяем. И да, я говорил, что в Голливуде не принято говорить о своей позиции христианства. мы знаем, что есть много определенных законов, которые мне, к примеру, очень не нравятся. Я знаю, что они Богу не нравятся. Но тем не менее, сегодня Сильвестр Сталоне он четко говорит о том, что он христианин. Он всегда излучает энтузиазм, когда речь идет о посещении церкви. Почему так? На самом деле в фильме о Роке он ценит этот сценарий, который был написан. И возможно пройдя определенный свой путь, он говорит, это история веры, честности и победы. И он ставит Иисуса Христа, что Иисус является источником силы для каждого. Силой для каждого, кому нужно преодолеть марафон. силы за вся кой тут ряда примене приз маратон. Мы знаем, что такое марафон и что такое спринт. Знаете, какой маратон и какой спринт? Чем они отличаются? Как себя отличают? То, что есть забеги короткие, можно к дистанции. Да, это то же самое, что я верующий, но один год. Но что будет дальше? А марафон это действительно внутри пройти дистанцию до конца. Как в песнях прославления и в стихах Библии поясом правды, веры, подпоясавшись пройти до конца. И вот об этом мужестве, о котором только что говорил, Сталлоне говорит, что мы можем это сравнить с мужеством Давида. Что по факту мы знаем, кто такой Давид. Младший сын. Он даже не воин, но он победил Голиафа. И по какой причине? Потому что в его сердце был Бог. Естественно, когда в сердце есть Бог, человек может многого достичь. Почему так прекрасна биография? Потому что много можно оценить, что проходил человек. что-то можем оценить, как минул тот человек. Мы знаем, что фильмы Рокки. Там их ряд фильмов, я их все не смотрел. Я даже не помню, первый я смотрел до конца или нет. Но как говорил Сталлоне, в четвертом фильме один из его напарников, который играл русского боксера, он говорит, ударил меня так сильно, что я на четыре дня попал в отделение интенсивной терапии. Сегодня он говорит, это так абсурдно и так глупо. Но он это составляет с метафорой своей жизни. Когда мы уходим от Христа, мы получаем удары от жизни. И они побуждают нас задуматься о самых главных вещах. И мы возвращаемся к Богу. И вот такие слова тоже были в интервью сказаны Силвестром Сталоне. По поводу церкви. Мы должны понимать, что церковь это не здание. Церковь это место, где собираются верующие. Церковь это куда мы можем прийти, когда у нас есть вопросы и сложности. И пообщавшись с братьями и сестрами, мы поймем, что это ерунда, главное с Богом держаться. Это место, где мы получаем мудрость. где мы приобретаем веру и потом смотря на Бога. Иногда говорят с гордо поднятой головой, мы идем дальше, проходя свои сложности. Так вот по поводу слов. Чем больше я хожу в церковь, чем больше вовлекаю себя в процесс хождения с Иисусом, чем больше слушаю Его Слово, и Он ведет меня за руку, тем больше ощущаю, что давление как бы ослабевает. Это имеется ввиду давление внешнего мира. Потому что вы видите, что сегодня происходит в информационном поле, сегодня в мире. Каждый канал, каждая передача так и норовит уложить на лопатки. Что сегодня говорят? У вас нет выбора. Вы ничего не можете. Но когда мы приходим к Богу, оказывается все наоборот. Вспомните Томаса Эдисона. Мы б, наверное, при лучине сейчас были, если бы не он. Лучина при палочке с огнем, при свечах. Вот действительно тогда жили бы во тьме. и даже когда кругом тьма, всегда есть луч света, который подымет человека. И это Иисус Христос. И как он говорит, церковь это спортзал для души. Вы не можете сами тренировать себя. вам нужно где-то брать знания, опыт. Необходимо чье-то руководство. Что такое чье-то руководство? Любое руководство даже может брать с сестрой дать. Почему я говорил, что когда мы приходим с какой-то проблемой, мы всегда можем найти человека, который тоже проходил это. И спросив ситуацию, а как это сделать, а что это сделать? Всегда найдется решение и ободрение. И еще раз я повторю самое главное, что Сталон сказал, что нужно вернуться к главным вещам. перестать самому контролировать свою жизнь и позволить Богу делать это. Очень много сегодня знаний, но если знания ставить превыше всего, они будут надмивать. Они будут давать гордость и это приведет к падению. Но когда во главе идет Иисус Христос, то Он помогает нам фильтровать эти знания, информацию, все, что сегодня есть в мире. И смотря на жизнь Сталона, вот почему я говорю, что нужно иметь мечту и двигаться с Богом. вот скажите, кто бы сегодня был бы свидетельством для тех же режиссеров? Для звезд. Ведь Бог ставит своих людей на разных уровнях. Кто-то из нас вышивает, кто-то готовит хорошо, кто-то делает мебель искусную из дерева, кто-то лечит людей, кто-то строит красивые дома, кто-то делает бизнес, а кто-то выращивает зерно на полях. Кто-то занимается политикой, и везде, везде можно найти человека, который знает Бога. Если Бог сказал будьте нищими бедными, то кого бы, ну, кто бы узнал только о Евангелии? Тот, кто бы смог выслушать этих людей. Но Бог дает нам таланты, чтобы мы поднялись благодаря этим талантам. и на том уровне, где мы находимся, мы могли свидетельствовать. Великий музыкант, великий художник не имеет значения, имеет значение, с кем сердце человека. у нас есть семья интересная, периодически бывает. Вот они земледелием занимаются. И была одна встреча, где были неверующие, и тоже люди, которые занимаются зерном. Я, конечно, в зерне мало чего понимаю, но мне интересно было послушать, как действует Бог через этого человека. Потому что там два человека, которые один на один занимаются зерном. Но один с Богом, а второй без. И вот представьте ситуацию. Говорит, ну в том году там зерно было, такая это цена. И вот брат во Христе говорит, а я не стал продавать, я начал молиться, и мне Бог сказал, что вот такая вот цена, я просил о нем. по прогнозам цена на зерно снижалась. Но потом появилось окно в несколько дней, когда именно стала та цена, которую он просил. говорит, я продал. И когда он это говорил, вы бы видели глаза второго человека. да это невозможно говорить. Так вот оно, реальное свидетельство Божье. Это называется царственное священство. Это то, когда мы работаем, там мы и служим. Если у вас есть подчиненные, вы им говорите о правильных принципах, они видят это по вашей жизни, по вашим отношениям. Если у вас есть сотрудники, которые рядом с вами просто работают, они также за вами наблюдают. Это мы сразу просто не видим. Они боятся об этом нам сказать. Но придет прекрасный момент, когда они скажут, слушай, а почему у тебя так, а у меня не так. Вы понимаете, что в этих моментах делать надо. Поэтому мы призваны быть свидетельством Бога. Мы призваны мечтать, воплощать мечты творим и через это свидетельство показывать и отдавать в своих делах Божию славу, в своих достижениях. А что для этого нужно сделать? Отдать свое сердце Богу, начать ему доверять, а второе начать приумножать свои таланты. Потому что именно благодаря приумножению талантов, мы имеем право свидетельствовать. Мы имеем всегда право свидетельствовать. Просто тогда мы имеем очень сильную веру и все вот эти то, что нас держит, оно не имеет силы. А знаете, что самое интересное? Что те люди, которые мечтают, которые воплощают свои идеи в реальность, они более счастливы. Я вспомняю своего отца, когда он был жив. Когда он что-то делал своими руками, это действительно давало радость. Это давало радость другим людям. Мой отец, к примеру, любил выращивать зелень. Баща ми обичаше много да отглежда някакви подправки. То есть он работал на химическом заводе, но в деревне он выращивал помидоры, перцы. То работаешь на химический завод, и у него это росло просто приумножалось. И знаете, что говорили соседи, знакомые, когда они приходили? тези растения, какво казваха? Они говорили, а дай семян. Хотя он ничего такого сверхъестественного не делал. Он просто делал это со своим сердцем. То же самое вспоминаю ситуации, когда люди из города проезжают наш дом в деревне. И были такие случаи, когда они останавливались. И они говорили, а можно сфотографироваться с вашими цветами? Моя мама любила очень садить цветы, и большие, красивые цветы. Я помню летом, когда их поливал. Но когда мы творим что-то, это дает радость. Это можно проанализировать каждого человека. к примеру, отец моей супруги, он любит творить что-то с деревом. Мастерить. И многие удивляются, а как это получилось? Потому что человек с любовью, сердцем мечтает и делает. Так вот, Бог хочет спасти каждого человека. Поэтому он действует через своих детей. На разных уровнях социальной жизни. можно так сказать. И помните, что каждый человек призван творить. Именно это есть Божье начало. Вы помните, что Бог вдохновленный создал нас, Он создал этот мир. И это уникально. Когда люди узнают природу Бога, когда они восхищаются Его искусственными творениями, как устроены те же птички, попугаи, как устроен морской мир, как устроена природа, насколько это уникально. Люди восхищаются, многие мечтают. И когда они познают это прекрасное творение, иногда говорят, меня посетила муза. То есть пришло вдохновение. И самое интересное, что Бог дал каждому из нас власть, чтобы мы, естественно, были Его священствами. чтобы мы иметь священство. И Иисус назвал каждого из нас, не рабом, а другом. А друзья, еще раз повторю, имеют мечты. И то, что я хочу сказать Подумайте Где ваши мечты Не важно, сколько вам лет Для Бога мы все дети И какой-то талант действительно может многих удивить Поэтому идите с Богом Воплощайте свои мечты Не просто мечты, а невероятные мечты И приумножайте свои таланты И будьте благословенны И Оксана, включи видео Послушай, друг Я хочу тебя кое о чем попросить О том, о чем мы, как правило, забываем А это очень важно Пожалуй, это самое важное, что ты можешь услышать сейчас от меня Поэтому внимательно послушай меня Я хочу попросить тебя вот о чем Мечтай Мечтай под детский, искренне, с открытым сердцем Мечтай так, как будто тебе никто никогда не говорил эту ужасную фразу Мечты не сбываются Это вранье Твои мечты, они сбудутся Если они твои Если ты веришь Если ты действуешь Мечтай Мечты вдохновляют Мечты мотивируют И побуждают И побуждают к действию Мечты поднимают тебя с постели И наполняют энергией Мечты делают тебя счастливее Ведь ты не можешь мечтать о чем-то плохом Мечты Они окрыляют Мечтай Мечта Это твой вектор Мечта с верой и движением к ней Это уже цель А цель она конкретна Она направляет Без мечты ты слеп Ты не знаешь, куда идти Ты флюгель, крутящийся на одном месте за ветром Щепка, несомая бурным потоком жизни Куда ему заблагорассудиться Будь кораблем Мечтай Живи осознанно Живи полной жизнью Мечтай Именно мечты и наполняют нашу жизнь смыслом Не существуй Живи Прошу тебя Мы не пришли в этот мир, чтобы просто работать Чтобы существовать Чтобы выгрызать себе место под солнце Мы пришли мечтать И тем самым Мы пришли творить Мечтай Не оглядывайся ни на кого Мечтай о своем А не о том, что тебе навязывают Какой бы маленькой Не была твоя мечта Она именно твоя Осуществи ее И мечтай о чем-то еще своем Значимым именно для тебя Мечта за мечтой Мечта за мечтой В этом жизнь, понимаешь? Именно в этом жизнь Мечтай Мечтай Прошу тебя, иначе за тебя будут мечтать другие Но тогда и жизнь ты проживешь не свою А этих других И мечты ты будешь исполнять не свои, а чужие Ты этого хочешь Ради этого ты живешь Неужели об этом мечтал тот маленький ты Когда еще любил и умел это делать? Послушай, друг Остановись Не беги Без мечты все равно не успеешь Ты же не знаешь, куда бежать Не трать время Вообще не трать время Это самое ценное, что у тебя есть Никогда не понимал, как можно убивать время Остановись Вспомни, о чем мечтал Ведь мечтал же когда-то Мечтал, что вырастешь Добьешься успеха Станешь кем-то важным Значимым Будешь ученым Художником Врачом Известным спортсменом Космонавтом, наконец Мечтал объехать весь мир Сделать кучу открытий Создать шедевр Оставить о себе память Или просто Еще не зная как Но мечтал, что обязательно будешь счастлив А потом почему-то перестал Стал взрослым Этот мир создали мечтатели Безумцы В чьи мечты никто никогда не верил Которым говорили Эй, это невозможно Брось, чудак Займись серьезным делом Все то великое, чем мы восторгаемся Пользуемся На фоне чего мы делаем селфики Было когда-то просто чьей-то мечтой Чьей-то нереальной фантазией Чьим-то стремлением И чьей-то верой Мечтай, дружище Где бы ты сейчас ни находился Кем бы ты сейчас ни был Еще не поздно реализовать свою мечту Подумай Чем бы ты сейчас занимался Если бы не выживал Что ты хочешь по-настоящему Спроси себя Человек создан познавать и созидать Он не может ничего не хотеть Никуда не стремиться Это противоестественно Ненормально, понимаешь? Сейчас самое лучшее время начать Ни вчера, ни завтра, ни с понедельника Сейчас Начни мечтать Мечтай по-крупному И мечтай в мелочах Увидь себя и свой мир таким, каким он тебе нравится Создай его сперва в фантазиях В мыслях Напиши свой шедевр Мечтай, верь, действуй И не сдавайся Никогда, слышишь? Никогда не сдавайся И не предавай свою мечту Я верю в тебя, друг И ты поверь в себя Начни мечтать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok